с сервисами электронной подачи заявок. Сегодня у нас Телемост, Москва-Новосибирск, и мы приветствуем наших участников из Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской Академии Наук. Здравствуйте, коллеги! Отлично, спасибо! Ирина Александровна Тюльна к нам подойдет и ответит на все ваши вопросы, расскажет новости. Сейчас я с удовольствием предоставляю слово Галине Яковлевне Лесновой. Которая расскажет об электронной подаче заявок на изобретение полезной модели с использованием сервиса регистратор. Пожалуйста, Галина Яковлевна. Здравствуйте! Сегодня у нас очередная встреча, которая посвящена работе сервиса электронной подачи заявок на товарные знаки, НМПТ по НМПТ, изобретение и полезные модели. Сейчас она будет, у нее будет новое название, более короткое, будет она называется сервис-арм-регистратор. Значит, этот сервис был разработан еще в 2010 году для подачи заявок на товарные знаки. Затем он был расширен функциональностью по подаче заявок на НМПТ, ПНМПТ. А с сегодняшнего дня уже введена в эксплуатацию новая функциональность по подаче заявок на изобретение и полезные модели. Поэтому можно считать, что создано единое рабочее место для подачи таких заявок, как товарный знак, НМПТ, ПНМПТ, изобретение и полезные модели. В этом заключается и одна из особенностей этого сервиса. Значит, ну что нужно для того, чтобы начать работу с этим сервисом. Для этого необходимы, ну непременно, два из основных условий. Это наличие ключа электронной подписи и установка и настройка программного обеспечения на рабочей станции. Ключ электронной подписи вы можете получить в любом удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи Российской Федерации. А программное обеспечение, его установку и его настройку, вы можете посмотреть, как это делать на нашем сайте ФИПС в разделе подачи заявки, подачи заявки на изобретение, полезная модель товарного знака НМПТ и в разделе пользовательской технической документации. Вот здесь размещена вся пользовательская документация по работе с этим сервисом. И для того, чтобы настроить рабочее место, в помощь вам, вот есть такое руководство по настройке рабочего места, где очень подробно, со всеми скриншотами, расписана эта настройка. Поэтому настройка, как правило, не вызывает никаких затруднений. И после того, как вы это рабочее место настроите на этом же сайте, по кнопке «Подать заявку» и «Начать работу», вы входите в сервис, регистрируетесь в нем. При регистрации в сервисе открывается окно регистрации, где вы должны ввести адрес для переписки, нажать кнопку «Зарегистрироваться». После регистрации в сервисе сервис создает вам личный кабинет. Создаст вам личный кабинет для подачи и работы с заявками. Я буду демонстрировать вам работу системы на тестовом сервере, но она абсолютно аналогична, на работе, которая у нас будет представлена в промышленной среде. После входа вам система предложит выбрать сертификат электронной подписи. Это личный сертификат, который должен быть установлен во время настройки рабочего места. Здесь в списке сертификатов на этой рабочей станции установлено несколько, поэтому здесь система предоставляет выбор. У вас, если будет установлен только один сертификат, то, возможно, этого выбора и не будет, и она сразу вам предоставит возможность входа в личный кабинет. Поскольку с этим ключом уже была регистрация в системе, поэтому при повторном входе в систему, при повторном после регистрации она направит вас сразу в личный кабинет. Вот так выглядит основное окно личного кабинета. Вообще в личном кабинете здесь личный кабинет как бы стоит из двух разделов. Это библиотека заявок и раздел документы заявки. Принцип работы в личном кабинете абсолютно одинаков для всех видов заявок. Исключений нет никаких. Что в этом личном кабинете можно? Первое, что можно, это создать заявку. Принципы и порядок работы в личном кабинете абсолютно одинаков для всех видов заявок. Первое, что нужно, это создать заявку, вложить туда заявление, документы заявки, подписать эти документы и отправить ФИПС. Причем бумажные копии документов при работе в этом сервисе, они не требуются для передачи ФИПС на бумажных носителях, потому что все документы подписываются электронной подписью владельца кабинета. Что обеспечивает юридическую значимость всех этих документов. Какие возможности предоставляет личный кабинет по работе с заявками? Вот раздел «Библиотека заявок» имеет вот такой вид. Вот сейчас в этом кабинете у Иванова Ивана Ивановича много заявок. Значит, это такая таблица, строка таблицы – это заявка, а колонки – это атрибуты заявки. Что можно делать с этим списком заявок? Ну, во-первых, каждая заявка имеет какой-то статус. Статус – это актуальное состояние делопроизводства по заявке. Поэтому вам совсем не обязательно идти на сайт в открытые реестры для того, чтобы посмотреть состояние делопроизводства по заявке. Вот здесь вы можете все это видеть. Вот, например, здесь собраны все заявки и на ТЗ, и на НМПТ, и на ИЗЭПМ. Поэтому я вам просто знакомлю вас со статусом. Значит, вот, например, заявка по ТЗ. Заявка на ТЗ зарегистрирована. Эта заявка имеет отказ в регистрации. Вот эта заявка только зарегистрирована. Вот эта заявка еще не готова к передаче на экспертизу. Ну и так далее. Значит, вот эти статусы, они абсолютно одинаковые для всех заявок. Поэтому вам будет легко ориентироваться с состоянием делопроизводства по заявке. Что еще можно здесь делать? Можно отсортировать заявки по регистрационному номеру, по дате регистрации заявки. Можно по регистрационному номеру заявки, по входящему номеру заявки, по учетному, по дате создания, ну и так далее. Можно произвести поиск заявки по одному из атрибутов. Можно отсортировать заявки с непрочитанными документами. Эта функциональность была сделана по просьбе наших пользователей для того, чтобы вам не пропустить сроки ответа на экспертизу. Экспертизу, значит, с непрочитанными документами заявки, заявки с незарегистрированными документами. В общем, возможностей здесь очень много. Кроме того, для того, чтобы вам как-то систематизировать работу в личном кабинете, здесь имеется возможность создания, ну, так называемых категорий, которые, ну, аналогичны папкам в Windows. Вы можете создать категорию, положить туда заявки, удалить категорию, переименовать категорию, перенести заявки из одной категории в другую категорию, ну и так далее. Значит, ну, сейчас давайте начнем, поскольку у нас заявлена тема заявки на изобретение, начнем с того, как что познакомимся, как же создать заявку на изобретение. Вот в разделе «Библиотека заявок» имеется вот такая кнопочка «Создать». Вот, понажаете эту кнопку, открывается вот такой список, из которого вы можете выбрать создание заявки на любой из этих указанных здесь видов. Мы выбираем «Создать заявку на изобретение». Первое, что надо сделать, это ввести учетный номер заявки. Учетный номер заявки – это уникальный идентификатор заявки в личном кабинете. Это не номер, это может быть любое наименование заявки, которое отличает эту заявку от других заявок, которые у вас расположены в личном кабинете. Причем, если такой номер уже заявки есть в личном кабинете, то система вам заявку с таким учетным номером создать не позволит. Независимо от того, этот номер есть у заявок на ТЗ или на изобретение, или на МПТ и так далее. Вот Елена Александровна хочет что-то добавить. Здравствуйте, я еще вас не поприветствовала. Хотелось бы вот сейчас чуть-чуть прервать Галину Яковлевну по ходу беседы, чтобы потом к этому вопросу не возвращаться. Вот мы сейчас находимся в личном кабинете пользователя. Вот этот арморегистратор, эта система, она позволяет вам создавать самим свое личное пространство. Мы сейчас не показываем все функциональные возможности личного кабинета. Они очень подробно прописаны в пользовательской документации. Вот на сайте ФИПС в разделе «Электронная подача заявок». Вот Галина Яковлевна начинала свое выступление с демонстрации этой странички сайта. Вот здесь, вот подача заявки, вот выбираете сервис подачи заявки. Вот на все-все объекты теперь, раньше здесь были еще год назад только товарные знаки, весной этого года появились наименования места происхождения, и вот сегодня у нас уже возможно в промышленной среде подача заявок на изобретение полезной модели. Зайдем вот туда, Галина Яковлевна, в пользовательскую документацию покажите. Вот в руководстве пользователя по заявкам на товарные знаки, поскольку она самая первая у нас была, вот там наиболее полно представлена вся документация про функциональные возможности сервиса личный кабинет. В том числе описана возможность подачи заявок на товарные знаки. А вот в двух дополнительных инструкциях изобретения полезной модели НМПТ уже представлены особенности подачи заявок, то есть заполнения заявлений на указанные объекты. Так вот, вы создаете свое личное пространство. Разговор идет не только об учетном номере заявки. Это, конечно же, может быть и набор цифр, но важно, что это нечто уникальное, что отличает вашу заявку в кабинете до присвоения регистрационного номера в нашем ведомстве. То есть это может быть внутренний номер вашей системы делопроизводства. Это что-то, что позволяет вам быстро и удобно найти эту заявку в этом кабинете. Этот учетный номер может строиться, может включать номер года, номер месяца, фамилию заявителя для товарных знаков, заявляемое обозначение, для изобретений фрагмент или краткое название изобретения. Все что угодно. Но создавая эти заявки, возьмите за правило придерживаться какого-то порядка. Почему? Потому что если заявок в личном кабинете будет больше ста, а надо понимать, что сейчас через сервис электронной подачи заявок, через арморегистратор, вот допустим по товарным знакам, подается уже из личных кабинетов больше 75% от общего объема подаваемых заявок. То есть это огромные цифры. А вы будете вести и переписку по этим заявкам через личный кабинет. Поэтому сразу обращаю ваше внимание на необходимость организации корректного своего личного пространства. Как в части создания папок, в которых вы будете хранить эти заявки, то есть структуры папок, так и именование уже самих заявок в этих папках. Потому что люди потом путаются, заявок много, все заявки находятся в делопроизводстве и не могут справиться и найти заявку нужную. К нам обращаются, очень много таких обращений. Я потерял заявку. Ну вот, если потеряли, есть такое там представление, Галина Яковлевна показывала, все, все, отобразить все заявки. И по фильтру тогда по номеру найдете свою заявку. Но просто, поверьте мне, сервис функционирует уже с 2010 года. У пользователями сервиса являются тысячи граждан Российской Федерации. Поэтому это ваше личное пространство. Мы как бы не вправе указывать вам, как вы будете называть свои заявки или какие папки вы будете создавать в своем личном кабинете. Вот за это вы отвечаете сами. Галина Яковлевна. Продолжение, можно вам задавать вопросы? У нас будет отведено время на вопросы по окончании встречи. Хорошо? Галина Яковлевна, продолжайте. Ваши встречи, если не возьмем в ходе вашего объяснения. А что будет встреча в рамке? Личная выаксанска, личный кабинет. Личный кабинет. Личный кабинет. Это и есть ваше личное пространство. Это синоним. Да, дело в том, что вы работаете в системе ARM-регистратор на сервере Федерального института промышленной собственности. Институт несет ответственность за сохранность и администрирование баз данных. Сам сервис и программное обеспечение, которое мы представляем, оно абсолютно бесплатно. Платным является ключ электронной подписи, которую вы получаете в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи Российской Федерации. То есть само приложение и на его администрирование вам не придется тратить каких-либо средств. Мы понимаем, что не все представители заявителей, не все даже патентные поверенные, не говоря уже о самих заявителей, об изобретателях, имеют возможность обратиться к администраторам программного обеспечения для того, чтобы осуществить настройку и поддержку корректности работы этого приложения. Потому что приложение очень серьезное, оно такое промышленное. Поэтому вот тот объем документации, который выложен на нашем сайте ФИПС, он предназначен для обычных пользователей, которые не имеют специальных знаний и навыков по работе с программным обеспечением, по его настройке и установке. Самое сложное, что есть при работе с этой системой, но как и с любой другой, если вы хотите получить какую-либо государственную услугу в электронном виде, это настроить цепочку сертификатов. Вот того ключа, того сертификата, который вы получаете в аккредитованном центре. Это самое сложное. Но вам дается, когда вы этот ключ приобретаете, вам дается инструкция по установке. И поверьте мне, что все пользователи с этой задачей справляются самостоятельно. Если возникают какие-то совсем непредвиденные сложности, многие обращаются в службу технической поддержки ФИПС. Вот тут, на нашей страничке сайта, есть ссылочка helpdesk.ru. Вот сюда, по этому адресу, вы будете обращаться к нам, если у вас возникнут какие-то работы, вопросы по работе с приложением. Так я вот про организацию этого пространства. Вот это пространство, личный кабинет, оно создается в системе ARM-регистратор по ключу электронной подписи, по сертификату электронной подписи. Это ваше личное пространство. Никто другой туда доступа не имеет, только вы. И доступ обеспечивается по ключу электронной подписи, который выдается вам и хранится у вас. Если ключ вы утеряли или скомпрометирован какой-то ключ, вы его дали своему другу, и он теперь к вам ходит в личный кабинет и подает там несанкционированные из него какие-то заявки. Вот тогда нужно идти в аккредитованный центр и просить, чтобы вам перевыпустили ключ. Так, но мы сейчас немножко уходим от нашей темы. Вот мы начали сервисов много разных, о всех других я расскажу чуть позже. Сейчас вот Галина Яковлевна рассказывает про личный кабинет, вот эта система ARM-регистратор и как в нем создавать заявку. Продолжайте, Галина Яковлевна. Я еще хочу допомнить по настройке рабочего места. У нас имеется вот такая программа, которая называется «Автоконфигуратор». Она поможет вам автоматически настроить рабочее место и создать вот эту цепочку сертификатов, о которых говорила Елена Александровна. То есть имеется два способа, либо по инструкции удостоверяющего центра, либо запустить вот этот автоконфигуратор. Но прежде чем автоконфигуратор будет у вас работать, нужно установить личный сертификат. Но это сделать очень просто. И все это опять же описано вот в этом руководстве по настройке рабочего места. Ну, возвращаемся мы к заявке на изобретение. Значит, мы ввели учетный номер заявки и нажимаем кнопочку «Сохранить». Вот видите, она говорит, что учетный номер заявки уже такой есть, поэтому надо ввести какой-то другой номер заявки. Другой номер заявки. Вот такого номера нет. И она направляет нас уже в другой раздел. Это документы заявки на изобретение. Первое, что нужно сделать, это создать заявление, потому что без заявления заявка не существует. Нажимаем кнопочку «Создать». Здесь выпадает такой большой список. И первым из документов стоит заявление на изобретение, причем оно только и активно. То есть создать другие документы, не создав заявление, система вам не позволит. Вот нажимаем эту кнопочку «Создать заявление». Значит, интерфейс формы заявления, он очень простой и очень понятный. Причем этот интерфейс очень похож на другие виды интерфейсов для подготовки заявок на товарные знаки НМПТ и ПНМПТ и на полезную модель. В левой части окна расположены закладки. Они все поименованы. Каждая закладка имеет определенный набор полей для заполнения. Причем при заполнении этой формы осуществляется форматно-логический контроль. И вот вы видите, что есть поля, помеченные рамкой красного цвета. Это говорит о том, что эти поля обязательны для заполнения. Закладки также имеют свой цвет. Вот этот значок красного-оранжевого цвета на кружочек перечеркнутый говорит о том, что эта закладка заполнена неправильно. Или не заполнены обязательные поля, или какие-то обязательные поля имеют ошибки. Если закладка имеет вот такой значок, галочку зеленого цвета, значит, это говорит о том, что здесь с введенными данными все в порядке. И если заявка, все заявление заполнено правильно, то все закладки будут иметь вот такую галочку зеленого цвета, что говорит о том, что ее можно сохранить, уже подписать и отправить ФИПС. Давайте посмотрим, какие же поля надо заполнять. Ну, первое, что это нужно заполнить, это, конечно, название изобретения. Следующее, что нужно указать, является ли это заявка национальной заявкой, или заявка ПИСИ, или евразийской заявкой. Если это заявка ПИСИТИ, необходимо заполнить вот эти поля, относящиеся к сведениям о заявке ПИСИТИ. Если это заявка национальная, то эти поля не заполняются. Следующая закладка это заявители. Как известно, изобретение может быть создан за счет средств федерального бюджета. Если заявка такова, то тогда здесь ставится галочка, отмечается государственный или муниципальный, это контракт, и вводится обязательно номер и дата контракта. Если заявление, если изобретение создается не за счет федерального бюджета, то это указание не ставится. Заявитель. Значит, в заявителе первое, что нужно указать, это является ли заявителем физическим или юридическим лицом. В зависимости от этого заполняются идентификаторы заявителя ИНН и СНИЛС заполняется для физического лица, для юридического лица заполняется ИНН и ОГРН. Поля, помеченные опять же красным цветом, напоминаю, это поля обязательные для заполнения. Ну, а для всех заявителей это заполняется наименование заявителя, индекс и строка почтового адреса заявителя. Причем, необходимо, конечно, указать еще, является ли заявитель, это российский заявитель или это заявитель иностранный. Если это заявитель иностранный, то открывается по нажатию вот на эту галочку открывается справочник в АИС СТ-3, где вы выбираете значит, код страны заявителя и в зависимости от опять же кода страны заполняется уже не заполняют уже данные этого заявителя, или не заполняются, все поля у нас недоступны. Если имеется КПП у этого заявителя, то вы можете его заполнить, но это поля необязательные. Как известно, при подаче заявки на изобретение может быть не один заявитель, в отличие от товарных знаков, а несколько. Вот для того, чтобы ввести сведения о втором и всех последующих заявителях имеется вот такая кнопочка плюс заявитель. Вот система по нажатию на эту кнопку предоставляет вам возможность заполнить сведения уже о втором заявителе или о третьем заявителе и так бесконечно энное количество заявителей здесь можно ввести и ввести все о нем сведениям. Следующая закладка это плательщик. На этой закладке указываются сведения о плательщике и о техпунктах полшина, если эта пошлина оплачена до подачи заявки. Но имеется три возможности здесь заполнения этой закладки. Если пошлина уплачена до подачи заявки, вы и знаете по какому из пунктов пошлины эта пошлина уплачена, вы отмечаете это, заполняете наименование плательщика и его идентификаторы. Если пошлина не уплачена, тогда вы отметки у пунктов пошлины не ставите, но заполняете наименование плательщика и его идентификаторы. И третий возможный случай, если пошлина не уплачена и вы не знаете, кто будет ее платить, тогда вы ни одной отметки здесь тоже не ставите, наименование плательщика ставите нет данных, а в идентификаторах заполняете нулями. Лен Александр все хорошо. Почему такое пристальное внимание мы стали уделять сведениям о платильщике? Вы знаете, что юридическое действие мы не осуществим и экспертизу мы не начнем до тех пор, пока сведения о поступлении требуемой суммы пошлины не будут проверены финансистами до начала формальной экспертизы или в процессе формальной экспертизы. То есть первый шаг, который сейчас осуществляется в ведомстве при поступлении заявки это проверка корректности уплаты пошлин. То есть желательно сразу все платить и нас информировать о том, что пошлины уплачены. Расчет суммы пошлины сразу осуществляйте с учетом всех скидок, в том числе 30% скидки в связи с выбором электронного способа подачи заявки через вот этот аром регистратор. Важно иметь в виду, что сведения о платильщике нам нужны для осуществления поиска вашего платежа в системе платежей. Поэтому аккуратно указывайте о себе информацию и указывайте эту же информацию при оплате пошлин в онлайн системах либо в банке. Если вы еще совсем не знаете, никто будет осуществлять платеж, но вы имеете право и не платить. Но имейте в виду, что это основание для запроса и вы получите запрос в связи с отсутствием пошлин и все равно придется эти пошлины заплатить. В противном случае заявка будет отозвана. Насколько я, конечно, не занимаюсь экспертизой, но насколько мне известно, без возможности восстановления дела производства в палате по патентным спорам. Значит, поэтому к оплате пошлин относитесь внимательно, указывайте свои реквизиты. ну а если ничего не указываете, ну это значит, ну наверняка вам будет выставлено начисление, и если в материалах заявки сведения о плательщике не будет, то у вас сначала запросят сведения о плательщике, а потом вам все равно выставят начисление, но экспертиза не начнется. То есть вот не совсем непонятно, зачем же подавать заявку, если не хотите начинать по ней экспертизу. Но такие возможности есть. Если вы корректно заполняете сведения о плательщике, копию платежного документа можете не прикладывать. Многие прикладывают, но это сейчас совсем не обязательно. То есть вот в перечне создаваемых документов, прилагаемых к заявке, документ, платежный документ, вот так называется там этот документ, можете не создавать. То есть ну хотите создайте, приложите копию платежного документа. Многие считают, что это помогает быстрее финансистам найти платеж. Но вот тех реквизитов, которые вы указываете на экранной форме, ну достаточно. То есть вот по вашим идентификаторам платеж будет обязательно найден. Можно указать несколько пунктов положения о пошлинах. это тоже можно сделать. Я все здесь сказала. Галина Яковлевна, продолжайте. Да, но так или иначе эта закладка должна быть заполнена, потому что если вы ее не заполните, она останется вот с таким кружочком красного цвета, и заявка не будет готова к передаче на экспертизу. Значит следующая закладка это представитель. Если вот обратите внимание, что она сразу помечена галочкой зеленого цвета, что означает, что эта закладка может не заполняться, если заявка подается самим заявителем и подписывается заявителем. Если заявка подается через патент поверенного, то эта закладка должна быть заполнена, и на этой закладке должны быть сведения о патентном поверенном. Значит регистрационный номер патентного поверенного. Если ваш регистрационный номер имеет менее четырех цифр, то система вам автоматически добавит эти лидирующие нули, потому что наша система работает с регистрационными номерами патентного поверенного, которые имеют четырехзначный номер. Но это вас никак не должно смущать. например, я ввожу единицу и при выгрузке сведений о патентном поверенном, а выгружаются они из электронного справочника патентно поверенного, который регулярно синхронизируется с реестром патентно поверенным, который есть в Роспатенте. и вы видите, я ввела единицу, добавленные три лидирующих нуля. Причем система также проповерит и вашу специализацию. Специализация для подачи заявок на изобретение это двойка. Если патентно поверенный не имеет такой специализации, то например, по-моему, вот такой вот номер специализация единица и система вам подскажет, что это патентно поверенный не может работать с регистрацией изобретения и полезной модели. Но понятно, что этот патентно поверенный может работать как представитель например, по доверенности. по доверенности и он может ввести свое имя, адрес и телефон. Здесь может ввести данные, но при этом ему необходимо к заявке будет приложить обязательно доверенность, нотариальная копия нотариальной доверенности. Сам оригинал этой доверенности нужно подать в окно приема заявок вот здесь вот в ФИПСе. Давайте я сейчас немножко по этой закладочке дам чуть-чуть комментариев. Я посмотрела, что у нас есть на встрече патентные поверенные. Я надеюсь, у вас все необходимые специализации для подачи заявок на все объекты есть, но суть заключается в следующем. Если вы внесли какие-либо изменения в реестр патентных поверенных, например, в части адреса своего, или сдали на какую-то дополнительную специализацию экзамен, синхронизация у нас осуществляется два раза в месяц по результатам этих экзаменов. Поэтому именно с такой периодичностью к нам приходит информация из Роспатента для обновления данных в наших базах. Нужно просто два раза в месяц. Поэтому нужно либо дождаться очередного обновления, но если есть необходимость срочно подать электронную заявку через указанный сервис, нужно обратиться в службу технической поддержки, и мы, рассматривая ваше обращение, вашу просьбу, произведем обновление данных быстрее. Но исправить данные в системе мы не можем. Если в реестре патентных поверенных на момент обращения сведения об изменении отсутствуют, то есть еще не внесли их в реестр патентных поверенных, придется подождать. Либо пойти тем путем, о котором рассказала Галина Ягольевна, заявить себя просто представителем заявителя. То есть система вам, как патентным поверенным, исправить сведения подгружаемые из реестра не позволит. Не позволит. Теперь, что касается доверенностей, оригиналов доверенностей, которые действительно только копия доверенности может быть приложена, ранее могла быть приложена к материалам, подаваемые электронной заявки. Сейчас многие нотариусы выдают электронные доверенности. Электронные доверенности сейчас система поддерживает возможность загрузки. Мы сейчас эту функциональность проверяем, и в ближайшее время возможность работы с отсоединенными электронными подписями в системе будет представлена. Вопрос буквально двух недель, то есть это очень быстрый вопрос. И мы делаем некоторое такое прорывное решение, когда вы сможете прикладывать к материалам подаваемых заявок через арморегистратор документы, подписанные третьими лицами по отношению к заявке, то есть нотариусами, это какие-то другие документы, которые подписаны не владельцем личного кабинета, не заявителями. не заявителями. Система поддерживает возможность загрузки документов со встроенной электронной подписью, если это загружаются документы в форматах по изобретениям, мы сейчас говорим, если это доки, либо это пдфы, то есть система поддерживает такую возможность. Естественно, электронные подписи для нотариуса либо третьих лиц, но третьих лиц по заявке, они должны быть гостовскими. Гостовская подпись обязательно проверяется в системе. При загрузке электронных подписей иностранных государств, например, при предоставлении копий, заверенных копий заявок, допустим, при спрашивании конвенционных приоритетов, система позволит вам такую подпись загрузить, при этом эксперту будет выдано сообщение о том, что в ряде случаев подпись не проверена ее валидность. То есть возможно от экспертизы поступит запрос на предмет уточнения валидности поданного вами документа. То есть действительно он имеет юридическую значимость или нет. Это важно. Но обращаю еще раз ваше внимание. Вот все нюансы, о которых мы говорим в общем и в целом, они прописаны в пользовательской документации. Там очень много всего прописано. Надо лишь уметь, ну, надо лишь себя заставить прочитать эту документацию. Не все как бы читают. но в любом случае возможность обратиться в службу технической поддержки helpdesk.ru helpdesk.ru есть у каждого пользователя сервиса или гражданина, который хочет стать пользователем данного сервиса, как и любой другой услуги, которая доступна с нашего сайта ФИПС. мы по мере возможности даже отвечаем на вопросы, связанные с подачей заявок через единый портал государственных услуг, хотя поддержку этого программного приложения ведомство не осуществляет. Там есть своя служба технической поддержки, и нужно обращаться, конечно же, туда в первую очередь. По вопросам экспертизы вы обращаетесь тоже в другие консультационные справочные службы нашего института, то есть helpdesk.ru это по вопросам работы с программными средствами, которые предоставляются с нашего сайта ФИПС, в том числе через армрегистратор. Так, Галина Яковлевна, дальше, следующая закладка. Значит, следующая закладка это авторы. Ну, с авторами здесь все как бы просто, надо ввести фамилии, имя, отчество, адрес, место жительства и сообщить, упоминать или не упоминать ваши сведения при публикации заявки или выдаче патента. Также добавить следующего автора можно по кнопочке плюс, так же, как и заявителем. То есть работа с добавлением автора и заявителя она абсолютно одна и та же. Вот мы, поскольку сейчас затронули работу с множественными авторами и заявителями, в отличие от предыдущей версии системы, эта система называлась подок, возможно, кто-то из вас подавал заявки через подок, система подок жива, живет, вы через нее можете тоже продолжать подавать заявки, но система не позволяла осуществлять множественное подписание заявки неограниченным числом заявителей. Вот данная система, вот арморегистратор, она позволяет подписать заявку всеми заявителями, если заявители находятся в различных регионах Российской Федерации или даже за рубежом являются гражданами Российской Федерации и имеют ключ сертификат электронной подписи, выданный Минкомсвязи. Это важно. Вот предположим такой сценарий и он прописан в пользовательской документации. У вас более чем один заявитель. Авторы и заявители одно и то же лицо, но предположим, да, что происходит в системе. Заявка будет доступна для подписания всем заявителям электронной подписью. Владелец кабинета подпишет эту заявку последним, не внося в комплект оформленных документов каких-либо изменений. Если какие-либо изменения внесены в комплект документов, заявку требуется всеми участниками процесса переподписать. Сведения о всех электронных подписях заявителей будут направлены в наше ведомство в составе электронного пакета. Эксперт увидит, что все заявители подписали. В системе есть контроль. Система проверяет. Если заявитель, два заявителя, предположим, Иванов и Петров, то система обязательно проверит, подписана ли заявка Ивановым и Петровым. Это будет обязательно. То есть в системе обеспечивается множественное подписание заявителями материалов подаваемой заявки. Это отличие от предыдущей системы, которая и продолжает сейчас у нас эксплуатироваться, но имеет ряд ограничений. Вот эти технические ограничения в армии регистратор, они на сегодняшний день решены, они сняты. Галина Яковлевна, дальше. Да, ну, добавлю к тому, что сказала Елена Александровна, если заявка подается через патентного поверенного, то подписание заявителями, всеми заявителями этой заявки, ну, считается необязательным. Так, это авторы. Значит, следующая закладка это приоритеты. Ну, приоритеты это тоже, видите, закладка помечена, галочка зеленого цвета. Это означает, что эту закладку вы можете не заполнять, если по заявке спрашивается приоритет по дате ее подачи. Если приоритет какой-либо другой, то нажимаете вот эту кнопочку, выпадает список, и вы можете добавить здесь любой из обозначенных здесь приоритетов. Причем, также в отличие от товарных знаков, здесь допускается наличие нескольких приоритетов по заявке. Следующий приоритет также добавляется по кнопочке плюс. То есть принцип добавления заявителя, автора и приоритета, он один и тот же по вот этой кнопочке плюс. Причем для каждого приоритета вы видите, что отмеченные поля красного цвета обязательно для заполнения, для каждого приоритета, они свои. Для конвенционного приоритета это номер и первый заявок подачи код страны заявки, ну, например, для выделенной заявки это только номер заявки и дата испрашиваемого приоритета. Следующая заявка, ой, закладка, простите, ходатайство заявителя, ну, здесь вы только указываете, о чем ваше ходатайство, не прикладывая какие-либо документы. Это осуществлять публикацию сведений о заявке ранее установленного срока, либо начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока, или провести экспертизу заявки на изобретение по существу. На следующих полях вот в блоке материала заявки вы можете указать фигуры чертежей предполагаемые для публикации с рефератом и количество пунктов формулы. Следующий блок это документы прилагаемые к заявлению. Здесь ничего вам заполнять не надо, поскольку здесь автоматически будут отображаться те документы, которые вы приложите к этому заявлению. Вот вы сформируете заявление, потом приложите какие-то документы, я покажу как сейчас это сделать. Если вы повторно откроете эту форму заявления, то здесь будут у вас отображаться все документы, которые вы создали к этому заявлению. Да, я сейчас покажу, конечно. И следующее это такая секция, где непременно надо подтвердить достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении. Вы подтверждаете достоверность информации и подтверждаете согласие авторов и других субъектов на обработку своих персональных данных. Если вы эту галочку не поставите, то заявка не Да. Да, то перейти на подписание заявки электронной подписи будет нельзя. Значит, вот сейчас Галина Яковлевна нам покажет уже готовую заявку. Принцип создания документов, подаваемых к заявке, ну, он общий. То есть сначала создаем заявление, потом прикладываем, ну, предположим, документ с формулой, прикладываем документ с описанием и так далее. Прикладываем, если хотим, копию платежного документа, прикладываем копию доверенности и так далее. Вот весь набор документов, он здесь вот представлен в выпадающем списке создать. В зависимости от типа объекта списки меняются. Для заявок на товарные знаки свои документы, для заявок на изобретение свои. Система, в общем, она очень умная, очень много разных перекрестных ссылок в ней. Если вы еще в ней не работали, как бы, вы оцените удобство работы с этой системой. Ну, и теперь давайте посмотрим просто готовую заявку, вот как она выглядит. и мы сейчас обратим ваше внимание на то, как выглядит сформированное заявление на основании данных, введенных в поля. Вы видели, что последовательность полей, она фактически повторяет на экранной форме. Она повторяет поля в бланке заявления, который утвержден административными регламентами, да, вот правилами составления заявки, является с приложением. И, собственно говоря, вот по результатам нашего с вами труда такое заявление и формируется. Обращаю ваше внимание, что электронной подписью заявителей подписывается вот этот документ, этот бланк. Вот все, что вы вводили на форме, вы можете изменить, если видите, что вот в этом бланке, но все-таки мы понимаем, да, на экране, на экранной форме это одно представление данных. На бумаге вот можете распечатать это, прочитать, но ради бога, не подписывайте, а тем более не направляйте на регистрацию то, что вы не прочитали. Очень часто в службу технической поддержки обращаются пользователи, любят пользователи все копировать, копипаст, а с формулами и с пунктами формулами, ну как и с перечнями товаров и услуг, надо быть очень аккуратными. Одно дело, когда вы создаете документы с нуля, ну вот прям пишете формулу и вы этот документ прикладываете, но ведь на практике бывает по-другому. Документ создан, вы переносите его в систему и вы начинаете копировать. Вас отвлекли, любое неверное движение, надо читать перед подписанием, что вы подаете, потому что подписывая документ электронной подписью, вы фактически, электронная подпись приравнивается к собственноручной подписи, и вы таким образом, ну а нажимая на кнопку направить на регистрацию, вы действие совершаете, и поезд уходит. Внести изменения вы только можете штатными средствами, уже используя другие процедуры. Изменение формулы это подача заявлений о внесении изменений в формулу, изменение адреса это внесение изменений в адрес, в ряде случаев потребуется уплатить государственные пошлины. Вот чтобы этого избежать, вот этого ну как бы недовольства, система-то тут не виновата, вы сами подписали документ электронной подписью и сами его направили на регистрацию, читайте то, что вы направили. Не нравится вам то, что сгенерила система или сформировала система, но по каким-то причинам, я не знаю по каким, обратитесь в службу технической поддержки. Пускай технические специалисты посмотрят, что вы там написали, не проверят ваше заявление на предмет полноты и всего прочего. Мы этим занимаются патентные поверенные представители, заявители. Сейчас я к заявителям обращаюсь. Но равно как к патентным поверенным, потому что ошибки бывают у всех, все мы люди. Но обратного хода нет. То есть электронный способ подачи это фактически нажатие на кнопку регистрации, это то же самое, что вы сдали заявку в окно приема или сдали на почте в почтовом отделении связи свою заявку оператору почты. Все, она ушла, она запечатана в конверт, вы ее не можете вернуть обратно. Поэтому внимательно все смотрите. Документы, сведения о подписантах, вот они будут в конце заявления, вот перечень лиц, которыми подписан документ, вот он здесь будет. Подписали двумя заявителями, сведения о подписантах здесь будут о всех, о всех тех, кто подписал документ. документы, это важно. Галина Яковлевна, вот к тому, что я сказала, есть еще что-то добавить, у нас просто регламент, и мы из него нещадно выходим. еще можно добавить, какие особенности еще имеет этот сервис. Ну, во-первых, что переписка вся ведется через личный кабинет, документы на бумаге не надо отсылать там ФИБС, то есть все документы, которые вы отсылаете ФИБС, и которые получаете тут экспертизы, они все подписаны будут электронной подписью вашей, обходящий документ электронной подписью эксперта, если это решение, то там будет стоять две электронных подписи, это руководители Роспатента и эксперта, который это решение тоже подписал. И еще одна особенность, о которой я не сказала, это возможность отправки дополнительных документов не только из ФИБСа, который поступает не только в личный кабинет, но и на адрес электронной почты, который вы можете указать при подготовке заявления. Вот когда вы в разделе вот в этом блоке адрес для переписки есть вот такие два поля, это e-mail и высылать корреспонденции и уведомления на e-mail. Если вы здесь укажете адрес электронной почты, например, свой адрес, то вся корреспонденция из ФИБС будет поступать и в ваш личный кабинет, и на этот адрес электронной почты. Причем сюда будут поступать не только корреспонденции и ФИБС, но и также уведомления об успешной регистрации ваших документов, которые вы отправили из вашего личного кабинета. но надо иметь в виду, вот здесь есть такая приписочка, что передача будет вестись по незащищенным каналам связи, то есть передача вот этих документов на e-mail. Ну, то есть когда вы подаете заявки на изобретение, вы можете переписываться вот по указанному адресу, который вы сами указываете при подаче заявки, либо патентный поверенный указывает, но надо понимать, что ваши почтовые ящики могут быть созданы на любых почтовых серверах, Gmail, Mail, почтовых серверов множество, поэтому вот мы ответственности за сохранность документов, за утечку информации, если вы ставите вот эту галочку, ведомство не несет, и это вы должны осознавать. Тем более, когда разговор идет об изобретениях, то есть это вы сами понимаете, то есть если у вас почтовые сервера защищены, они надежны, ну это одна история, если не уверены в надежности своих почтовых серверов, или заявка содержит какие-то у вас сведения, которые не следует распространять до публикации, то тогда такую галочку лучше не ставить, и переписку, и получение корреспонденции осуществлять вот в личный кабинет. Значит, надо понимать, что для заявок, подаваемых через этот сервис, вы не только заявки подаете, и всю последующую корреспонденцию подаете, ответы на запросы направляете через этот личный кабинет, вы всю корреспонденцию из нашего ведомства от экспертизы на протяжении всего жизненного цикла до вынесения решения об отзыве отказе, либо внесения записи в электронный государственный реестр о выдаче патента, вот этот жизненный цикл до завершения делопроизводства во всю переписку ведете через эту систему. Если, не дай бог, вы будете обжаловать решение в палате по патентным спорам, это совершенно другая государственная услуга, хотя и по заявке, другая процедура, и она в рамках данного рабочего места в настоящее время не автоматизирована и не обеспечивается. Для этого есть другие электронные сервисы и другие возможности. Что касается теперь, Галина Яковлевна, огромная просьба просто для сравнения открыть форму заявки на товарный знак, или любую заявку на товарный знак, просто показать интерфейс. Галина Яковлевна в начале встречи говорила, что на рабочем месте арморегистратор осуществляется возможность подачи заявок по основным нашим объектам изобретения, полезные модели, товарные знаки были первыми, НМПТ их мало, но они тоже есть. Вот просто форму. Вот смотрите, точно такой же принцип. Сведения о заявителе, сведения о представителе заявителей, есть только закладка заявляемое обозначение, вот давайте на нее зайдем, вот здесь вот отличие, вот тут набор полей, которые характеризуют объект товарный знак, заявляемое обозначение, описание, цвет-цветовое сочетание, неохраняемые элементы и так далее, виды знаков, все тоже с перекрестными ссылками, но все как бы все следует из бланков, форм заявлений, утвержденных, вот тут из утвержденных форм заявлений. То есть то, что вы подаете на бумаге, то, что вы носите, подаете по почте, вот все это можно оформить в электронном виде через этот сервис. Очень много формально-логических проверок, очень много контролей. Фактически система ведет заявителя по форме заполнения. Все, что нужно обязательно заполнить, все будет выделено красным, если что-то неправильно ввели, система обязательно выдаст какие-то сведения об ошибках. Для тех, кто представляет большие организации, которые занимаются подачей заявок, в системе есть специальные функциональные возможности. по загрузке заявок из XML-пакетов можно одновременно загружать сотни заявок, если вы их выгружаете из своих внутренних систем делопроизводства в пакетном режиме. Можно сразу создать вот энное количество заявлений, заявок и только их уже в системе подписывать электронной подписью, для того, чтобы повторно не вводить эти данные в ручном режиме. Все схемы, XSD-схемы, которые описывают требования по заполнению, они тоже есть. Для нас, как обычных заявителей, ну или патентных поверенных, объем заявок, который оформляется, он ограничен или можно посчитать. В системе есть возможность какую-то заявку взять за шаблон, за прототип и сформировать XML на основании заполненных один раз данных, допустим, о себе как о патентном поверенном, а потом этот XML загружать в заявление, вот видите, вот есть создать и загрузить XML, это вот про это, но это все описано в пользовательской документации, то есть система имеет много фич, удобств, бантиков, которые делают работу вот в вашем личном кабинете очень-очень-очень комфортной при условии, что вы не занимаетесь администрированием этой системы, то есть это Федеральный институт промышленной собственности следит за корректностью работы антивирусных программ, за сохранностью данных, за бакопированием, за сохранением целостности данных, за всем, за всем, за всем мы сами следим на наших серверах. Есть одно, как бы есть же плюсы в этой системе, должны же быть минусы какие-то в этой системе. Значит, у вас доступ к заявкам есть ограниченный период времени. вы еще доступ имеете к своей заявке один год после завершения делопроизводства. Через год после завершения делопроизводства заявка будет скрываться из вашего личного кабинета. Почему? Потому что пользовательские интерфейсы рассчитаны на определенную производительность. И если бы мы здесь отображали миллионы заявок, ресурсов нашего ведомства бы просто не хватило. Поэтому есть такой постулат. То есть вы имеете доступ к материалам заявки еще на протяжении целого года после завершения делопроизводства по ней. Поэтому в этот период, пожалуйста, если вам эта заявка дорога, как память, скопируйте ее и все документы этой заявки в свои личные хранилища, на свои личные ресурсы, на диски, на носители, на свои сервера, на свои личные компьютеры, если они позволяют хранить такие объемы информации. Но мы считаем, что этот срок более чем достаточно и для подачи заявлений возражений в палату по патентным спорам, и для сохранения данных по этим заявкам в xml для последующего использования. А потом ценность этих материалов для вас никакого смысла уже не имеет, потому что заявка уже опубликована, уже выдан патент, и, собственно говоря, зачем эта переписка кому-то нужна. В ведомстве она, естественно, хранится, все сроки архивного хранения обеспечиваются, но не в системе электронной подачи, а уже в наших внутренних системах делопроизводства. Так, про это я все рассказала. Галина Яковлевна, огромное вам спасибо за демонстрацию. Нам очень, очень, ну, мне лично очень понравилось, а вам, надеюсь, что вам тоже.